Ну вот, научные языки, это не обязательно математические. Вот, скажем, язык химии не такой точный, он довольно приблизительный, поэтому химик, когда рассуждает о своих соединениях, он то рассуждает логически в пределах этого языка, а то обращается там вот к каким-то внеязыковым вещам. И ему это дополняет эксперимент. В физике это происходит в меньшей степени, в биологии в большей. Но вот что такое понимание, когда нарастает понимание, когда данная область математизируется. Вот, полное понимание, это когда область полностью математизирована, тогда мы знаем всю правду.